Дорогие друзья, добрый день! Сегодняшнее видео будет посвящено радиостанции РТВИС РА-89, а именно прошивке данной радиостанции. Кто-то скажет, что это новая радиостанция и какие могут быть новые прошивки и в принципе он будет прав. В данной радиостанции, не знаю как в первых, которые шли по предзаказу, у которых здесь вот алюминиевый виден кусок алюминиевого шасси, вот как на примере TAT-HT-UV-99, вот точно так же шло и здесь. Вот такое вот алюминиевое, ничем не покрытое шасси, там где крепится клипса. Вот в новых моделях РА-89 уже этот вопрос решен, более эстетически закрытая эта часть алюминия, но не об этом. Да, в новых рациях идет прошивка номер B91.21. Данная прошивка является одной из самых последних, но есть небольшой нюанс. В более обновленной в этой же прошивке, то есть номер не изменен B91.21, есть добавлены несколько функций, довольно такие интересных функций, скажем так, полезных функций. Мы сейчас это все рассмотрим и я еще детально покажу как перепрошить радиостанцию RETEVIS RA-89. Вот к примеру радиостанция, здесь мы видим прошивка радиостанции версия B91.21. Мы сейчас сделаем замену на аналогичную прошивку, но расширенную. И дополнение к этому я хочу еще немножко рассказать об этой прошивке, что в ней, что поменяется в рации благодаря этой прошивке. На примере старая, ну скажем так, действующая прошивка, предыдущая. На экране мы видим меню настроек, то есть простого программирования настроек, именно настроек. Вот этот функционал, он не менялся. Вот здесь вот до блокировки, даже до K-MOD он не менялся. Дальше, видите, идут P1, P2. Это назначение сервисных клавиш. Притом назначение при одном нажатии, то что будет при одном нажатии на клавишу. И здесь заставка, что написано. И небольшое меню отдельное посвящено VOX включения, чувствительность, длительность. В данной расширенной уже, скажем так, прошивке, в этой же прошивке, здесь у нас добавляется раздел чувствительность микрофона. То есть вот это то же самое, что и было. Добавляется чувствительность микрофона. И отдельно вынесено вот пункт назначения клавиш сервисных, сервисный клавиш. То есть P1 при коротком нажатии, к примеру, допустим, мы можем выбрать флэш фонарик. П1, лонг, тональная, ну, неважно. В общем, любое можем выбрать. Там я вам покажу в настройках, когда будем перепрограммируем и подключим уже к программе. Я вам покажу, какие две возможности может открыть, допустим, вторая, ну, при длительном нажатии клавиш, либо первая, либо вторая. То есть, по крайней мере, видно, что в обновленной прошивке уже есть назначение кнопок при одном нажатии и при длительном нажатии. Для того, чтобы это все осуществить, в описании под видео будет ссылка на архив, в котором можно будет скачать саму прошивку. Вот она посредине синеньким обозначена. И помимо этого еще две программы, позволяющие. Одна программа позволяет перепрограммировать, вторая программа зайти в настройки и программировать саму радиостанцию. То есть, то, что я вам только что сейчас показывал. Вот. Если вы будете выбирать скачать, ну, к примеру, допустим, нажимаем, вам будет предупреждение об опасности. Нажимайте все равно скачать, там все проверено, никаких вирусов нет, все нормально. Я скачивать не буду, у меня это все уже скачено. Они у меня отображаются на главном экране. Вот они, эти две программулины. Одна, вот эта программа для того, чтобы перепрошить радиостанцию. Эта программа для того, чтобы перепрограммировать ее, заниматься программированием. Так, для начала давайте я вам покажу радиостанцию RETEVIS RA-89. Вот, сервисная клавиша и первая, и вторая. При нажатии одной клавиши у нас работает фонарик. Сейчас мы его отключим. Если нажать длительно, ничего не меняется. Ни в настройках, ни в отображении ничего не меняется. Точно так же и вторая клавиша. При нажатии срабатывает шумоподавление. Если нажать длительно, точно так же ничего не меняется. Выключаем радиостанцию. Для того, чтобы нам сделать какие-то изменения в самой радиостанции, необходимо открутить вот такую боковую крышку. Откручиваем. И под ней у нас будет сервисный порт типа Kenwood. Для того, чтобы перепрошить радиостанцию или программировать, нам необходим кабель. Вот такой USB кабель. Это может быть либо Baofeng, либо родной RETEVIS. Это все одно и то же. Только надпись на кабеле другая. И так, подключаем к компьютеру кабель. Запускаем программу. Запустилась у нас программа. Следующее наше действие. Рацию зажимаем к клавишу PTT. И включаем. Отпускаем. У нас на дисплее светится... Сейчас она плохо видно яркий свет. Написано Update. Включаем кабель к радиостанции. Подключили. Теперь выбираем... У нас RA89 здесь уже выбрано. Выбираем свой COM-порт. Выбираем Open. Уже заранее скачанную прошивку. Которую я перед этим показывал. Выбор. И загрузить. Вот видно процесс... Загрузки пошел. По времени это занимает чуть больше 10 секунд. Может быть 15 примерно. В процессе загрузки желательно ничего не отключать, не сбрасывать. Чтобы не навредить радиостанции. Дождитесь полной загрузки. А дальше уже можно делать следующие манипуляции. Немножко дольше, да, получается, чем 15 секунд. Окей. Выключаем рацию. Отсоединяем. Закрываем. Так. Теперь включим. Посмотрим, что мы можем. Ну, скажем так. Существенно мы сейчас ничего не увидим. То, что мы можем. Единственное, что можно... Фонарик. Вот, например, сейчас добавилась функция переключения мощности. Смена мощности. Левый верхний угол. Обратите внимание. Нажали, подержали. Медиум. Нажали, подержали. Лоу. Нажали, подержали. Хай. То есть, можно вот так переключать мощность. Ну, сейчас не об этом. То есть, вот уже работает длительное нажатие на клавишу на сервисную. Дальше. Вторая клавиша сервисная. Нажали, включилось радио. Нажали, подержали. Включился шумоподавление. Включилось. Теперь более детально. Сейчас зайдем в настройки. Для того, чтобы зайти в настройки включенной радиостанции, подключаем все тот же USB кабель. При этом, как в Куаншенге, ничего не светится при подключении. Ничего не мигает. То есть, вы просто подключаете и все. Открываем уже другую программу для программирования. Высвечивается вот такая вот программа для настройки. Для того, чтобы подключить радиостанцию к настройке, нам нужно опять зайти в сеттинг настройки, выбрать свой ком-порт. В нашем случае это ком-7. Энтер. И обязательно прочитать станцию. Все, станцию мы прочитали. Теперь мы открываем. Рассказывать существенно по поводу всего меню я не буду. Мы сейчас говорим о перепрошивке. Открываем Basic. Это основные настройки радиостанции. Немножко расширю, чтобы было больше видно. Итак, в настройках мы видим отображение Frequency. Частота, либо канал, либо имя канала. Чувствительность Шумодава. В данном случае у меня стоит второй уровень. Это в принципе просто по меню. Это есть отдельное видео, что касаемо меню. Теперь дальше. Вот этот раздел. Настройка чувствительности микрофона. Вот мы выбрали, к примеру, двойку. Здесь мы можем отображать, к примеру, информацию, которую мы можем сами прописать. То есть, вот название канала моего, к примеру, допустим, там. И название радиостанции. И то, что мы, о чем мы говорили, это добавились теперь функционал на боковые сервисные клавиши. То есть, можно уже обозначать, назначать точнее функционал на длительное нажатие клавиш. То бишь, вот P1 при коротком нажатии у нас фонарик. P1 Long Power Select. Либо можно выбрать что-то из перечисленного. Вторая сервисная клавиша P2 FM Radio и P2 Long Monitor. То есть, по крайней мере, одна и та же прошивка, но это дополненная уже прошивка с одним и тем же номером, имеет расширенный функционал. В любом случае, если будет что-то выходить новенькое в плане прошивки, может быть, профессионалы программирования порадуют нас чем-то новеньким. Тем более, что рация на чипе, который может, скажем так, это позволить какие-то внесения корректировок, внесения каких-то дополнительных, дополнительного функционала. Любители именно данной радиостанции, данной модели, я думаю, будут довольны. После перепрошивки отключаем, выключаем. И вот теперь при включении можете обратить внимание, у нас она, правда, быстро исчезает информацию, которую мы ввели. Это, еще раз повторюсь, название моего канала и название радиостанции. Можете ввести любую другую информацию, то, что позволяет, количество символов пропускает, то можно и внести. То есть, теперь мы уже имеем не только при одном нажатии на сервисные клавиши, назначенные какие-то функционалы. Вот, к примеру, допустим, при длительном нажатии, повторюсь еще раз. Лоу, хай, медиум, либо радио, либо отключение шумоподавления. Ну, в зависимости от того, что вы настроите в этих вот разделах. Дорогие друзья, прошу меня не осуждать, я все-таки аматор. Как смог, так рассказал. Тем более, некоторые пишут в комментариях о том, что что-то не до конца я преподнес информацию или не так емко объяснил. Ну, по большому счету, смотрите, то есть, еще раз повторюсь. Вот ссылка на данное хранилище будет в описании видео. Вы открываете ее. Компания RETEVIS Алиэкспресс предоставила две программы и прошивку обновленную. Просто берете, скачиваете, скачиваете, скачиваете. Открываете. Вот программа для программирования, расширенная, уже обновленная. Там, где отдельно есть раздел под программирование. Короткое и длительное нажатие на сервисную клавишу. И точно так же вот программа, которая позволяет перепрограммировать, точнее не перепрограммировать, а перепрошить радиостанцию. То есть, еще раз напомню, при первом запуске вы выбираете здесь модель, свой компорт выбираете, открываете, выбираете прошивку и нажимаете прошить. Так что, дорогие друзья, на этом все. Это то, что я хотел показать в этом видео о перепрошивке и программировании радиостанции, частичном программировании радиостанции. Всего хорошего. До ближайших встреч. Мирного неба. Всем пока.